В Чувашии начал свою работу Центр общественного мониторинга выборов или по-другому общественный штаб. В него вошли представители общественной палаты, прокуратура, Общероссийского народного фронта и политических партий. Возглавила его уполномоченный по правам человека в Чувашии Надежда Прокопьева. До 18 марта осталось чуть больше 10 дней. Все ли готово к выборам? Как проходит предвыборная кампания? Доступны ли избирательные участки для людей с ограниченными возможностями? Какие жалобы поступают на горячую линию? Все эти вопросы и будет курировать общественный штаб. Прозрачность и открытость – основные посылы нынешней кампании. Главная задача наша, в том числе со стороны именно моей, как уполномоченный правом человека, это обеспечение избирательных прав граждан, соблюдение законодательства, касающегося прав граждан в этой сфере. И мы будем проводить мониторинг и в ходе подготовки, и в день выборов президента Российской Федерации с тем, чтобы каждый наш гражданин, имеющий свое избирательное право, мог его беспрепятственно реализовать. Само голосование, обработка бюллетеней и подсчет голосов, видеонаблюдение на избирательном участке – тоже под надзором общественного штаба. Одна из важнейших задач его представителей – проследить, чтобы не нарушались права избирателей на закрытых участках, в больницах и СИЗО. Под особым контролем различные нештатные ситуации, которые порой возникают на избирательных участках. Именно общественный штаб должен выступать в качестве некого арбитра, возможно даже в качестве медиатора, при возникновении различных спорных ситуаций. На каждом избирательном участке в Чувашии будут работать как минимум по два общественных наблюдателя. Сейчас их подготовкой занимается Общественная палата республики. Полторы тысячи волонтеров уже готовы приступить к наблюдению. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Игорь Зверев, Республика. Трофимова, Игорь Зверев, Республика.